День недельного глава, который мы сегодня с вами пройдем, дорогие друзья, это Парашат Тазрия. Парашат Тазрия – один из основных тем, который обсуждается в этой неделе главы. Это законы про проказу, которые сегодняшний день, в принципе, мы не знаем, как определить, что это называется проказа, что называется проказа. Это была определенная болезнь, которая проходила на человеке, и Коэн должен был прийти, посмотреть, и по словам, как, увидев Коэн, так как он, скажем так, дал бы диагнозы к этому человеку, является ли он прокаженным или нет, соответственно, этого человек должен был вести себя определенным образом, или это была чистая проказа, или это была проказа, где он должен был вести себя на проверку на 7 дней, потом еще, как бы, с вариантом, что еще на еще одну неделю и так далее, или это действительно проказа, то это уже чрезмерно, как бы, уже сильная и серьезная, как бы, болезнь. И Тора честным образом, как бы, проходит и обсуждает об этой теме проказы, как, сколько нужно, сколько волос, и где оно должно быть, как нужно проверять. И постоянно Тора проходит пусухим за пусухим, напротив, чем половина нашей недели главы об этой теме, про проказы, да, когда человек идет, сидит, как бы, отдельно за, как бы, некого людей, и кто-то может сидеть у себя дома, и так далее, и так далее. Мы находим один из недельных интересных моментов в недельной главе про вот эту проказу, то, что Тора говорит нам, то, что тогда, когда этот человек, он уже в действительности настолько уже заболел, что он прокаженный, и он, так называемый, уже мецура, у него уже есть, это язва, который уже, это не просто уже язва, а это уже, у него, он как бы прокаженный называется, уже настоящая, серьезная уже болезнь, то, в определенных случаях говорит нам Тора, то, что этот человек, он должен, он должен уйти. Иш, иш, иш царуа гутаме, гутамеит мэйнуа, коэн вершит негао, и царуа ашербо, и говорит человек, который, действительно, является уже царат, у него же это проказа, он говорит, что его одежда, у него должно быть, как бы, порванными, выросшой и поруа, и уходит распушенными, как бы, волосами, так как, как бы, назыр, да, что ему нельзя, как бы, истричься, ничего, и он должен говорить, что я, говорит, нечистый, да, это человек, который прокаженный, уходит и говорит то, что он нечистый, там это мэйкара, да, чтобы люди знали, что он, как бы, он нечистый. Колэм яширанэ габо, все эти дни, когда человек, во все дни, когда этот человек, он находится под, как бы, болезненное прокажение, то, что он у него, у него есть вот эта болезнь, да, так, отца на него язвы, он будет нечист, говорит нам Тора, нечистый он, отделён должен он жить, подать еще, написано, он должен сидеть отделённым, все стана жителей шейвов. Вот сейчас он уходит за станом, где люди, как бы, живут, и он выходит и сидит всё то время, пока у него есть вот этот проказ на него, так и написано, то, что очень интересное наказание, да, все похоже на то, что у нас было во время короны, то, что мы сидели бадат, мы сидели дома одни, да, и тут сразу же наши мудрецы приходят и задают вопрос, очевидный, почему этот человек вдруг сидит за населённым пунктом, где, за, как бы, за местом, где люди вообще живут, он должен сидеть отдельно, вот так, бадат и шеф, без никого, и он кричит, он что, нечистый этот, конечно же, это мы с вами объясняем, почему и так далее, но мы понимаем то, что речь идёт о человеке, который у него сейчас проходит, переживает определённые болезни, определённые болезни, и эта болезнь, которая уже говорит, это не, это не просто так, это действительно должно быть много, как бы, условий, чтобы всё абсолютно совпадало, чтобы кто-нибудь мог сказать, да, это уже чрезмерно сильно, и это уже действительно царат, и ты должен именно выйти, это болезнь, в которой здесь, человек сидит один, вне людей, и тут, Раша объясняет нам, почему этот человек, на самом деле, сидит не с людьми, всё то время, когда он как бы болеет, теперь, говорится так, написано то, что наши мудрецы в трактате «Эрхинь» говорили следующие слова, почему этот человек, который у него есть царат, который у него есть вот этот проказа, почему этот человек, он должен сидеть один, не с людьми, почему, что произошло? Говорит нам Раши, от имени слова, которые написаны в Талмуде, в Мазахатерхе, «Эрхинь» 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 «По той причине, поскольку он «отделил людей са сказав лошонару» «Бен ишлей что?» «Между мужем и женой» «Бен ишлей рэу» «Между человеком и его другом» «Авху и Вадель» «Он тоже, точно так же будет отдалённым» Другими словами объясняют наши мудрецы то, что грех из-за чего приходит проказа это всё лошонара это болезнь приходит из-за лошонары и цараат да мецора тоже самое слово объясняет нам Севтехахамим от какого слова при тебе выходит слово мецора это моци ра он вытаскивает от тебя зло ра дорогие друзья во-первых, только стоит задуматься о том то, что зала шонары именно такой именно страшный именно грех то, что человеку берут и как бы ставят его именно в такое место что он сидит именно отдельно и при по одежде порванный и волосы распушены и так далее и мудрецы хотят объяснять особенное именно наказание что он сидит именно отдельно от всех причина всего это была лошонара точно так же как через лошонара он был в состоянии делать спор в семье чтобы было разделение между мужем и женой что можно сказать какое-то слово которое не дай бог семья могут разрушиться только или не давать человеку какой-то намек то, что ему что-то не нравится и через через вот это то, что человеку даст какое-то неправильное слово или не такой как бы намек или что такое часто слышим и знаем и все настолько это влияет на семейные отношения это то может быть знакомые то это может быть близкие люди которые мы хотим с хорошим намерением но одна лошонара дорогие друзья понишли и что это может поломать все так что происходит или же сказать лошонара про людей или же про мужа женой любой вещь что происходит то что люди сейчас отделились от друг друга и каждый сидит у себе точно так же мы понимаем мера за меру это человек который сейчас получает царат царат из-за греха лошонары который Сафрахинов говорит что один из именно великих вещей которые мы видим именно надзор творца над еврейским народом представляем себе человек делая грех на него происходит царат это невероятная вещь это невероятная вещь и он знал прекрасно что это приходит именно от лошонары человек знал что это причина всего почему именно белый цвет должен был быть и так далее мне кажется мы как-то в прошлом году или мне кажется в прошлом году мы говорили о Тарше Хакадош все эти объяснения детальности удивительная вещь надзор творца надзор творца здесь на человека то что знай тебе нужно исправляться человеку нужно исправляться но он привел что разделение между людьми он точно так же таким образом он тоже будет отдален от всех здесь Хатам Софер тоже замечает невероятное замечание что Тар выражается царуа человек который вот это прокаженный ашербо который в него объясняет нам Хатам Софер в него в его сердце то что он именно высказался это было именно в его сердце из его сердца то что в сердце как бы проблема то что сказать именно и так далее внутренне как бы его проблема выражается это в него царуа ашербо царат проказа который в него на самом деле живет тогда продолжает Хатам Софер интересным образом это все объясняет но очень интересно это как бы внутреннее состояние человека он сказал что то не так и привел за разделение разлуку между людьми он точно так же он сидит сейчас в разлуке отдельно теперь и вы хотели бы чуть-чуть на этом месте заметить очень очень невероятно большой вещь который раскрывает нам наши мудрецы в трактазе не дарим и в многих местах тоже а а идея именно в том то что царат вот этот человек который у него есть проказа это прокаженный человек он ходит в числе определенных группа людей которые на первый взгляд когда мы посмотрим на это выражение наших мудрецов нам покажется какой связь между ними или может быть да это отдельные вещи которые связаны но мы понимаем все мудрецы они поставили всех этих людей вместе мы понимаем что есть конечно же какой-то связь мы люди очень часто смотрим на на беды или неприятности которые происходят с кем-то определенными людьми или там с группой людей неважно и говорят человек умер человек живым живой но он мертвый человек есть такое выражение люди называют говорят зомби называют или там зомби это в другом более контексте но мертвый человек мертвый человек иногда у наших мудрецов дорогие друзья есть свое определение истинное определение кто по-настоящему называется мертвым человек может быть живой но он в статусе мертвого человека поняв кто является мертвым мы понимаем если у нас этих вещей действительно нету мы живые люди мы называемся живыми людьми давайте сначала посмотрим что говорят наши мудрецы и пойдем чуть глубже из вашей помощи говорят наши мудрецы арбаа хашувим кемет из четыре человека которые называются которые они хашувим они в статусе как мертвый человек четыре первый бедный человек второй мецора человек который прокаженный человек который как мы сейчас упомянули что у него есть проказа третий сума человек который слепой и четвертый человек которого нету детей четыре человека еще раз дорогие друзья бедняк человек который прокаженный третий который слепой и человек который нету детей только эти четыре люди называются они в статусе скажем так они хашувим кемет они как мертвые люди теперь давайте задумаемся о следующем интересном моменте прокаженный человек какой связь прокаженный человек действительно он сильно страдает он сильно страдает правильно у него есть болезни и да это не просто так пережить но факт болезни дорогие друзья и для человека когда приходят какие-то беды наши тора и наши мудрецы они еще не называют что человек в статусе мертвого человека не дай бог может прийти на человека такие наказания так как у Йова но человек он не в статусе мертвого человека объясняем давидомель дорогие друзья писал неоднократно несколько раз один из написано в тайлиме царь давидомель писал король давидомель писал эйхам говорит слава богу что это еще не смерть но смерть мне не дал да есть наказание но смерть нет так и писал эйхам мы это уже упомянули один раз в наших уроках в чем человек живущий человек может жаловаться человек в будущем живой чего ты можешь жаловаться кажется говорит нам и говорит нам говорит нам наушим дреце даёше мухаи достаточно что человек он живой нечего жаловаться уже факт что Человек он живой говорит нам пророк эйха говорит нечего жаловаться тебе ты живой его vs а вертянут нам раши здесь Что это значит? Почему человек должен жаловаться о том, что приходят к нему какие-то неприятности? Ахаркола хесед чанялся ему после всех хеседа, которые я ему делал? Шенатат илуха им вилой вети алавмита То, что после всех доброты, которые я привез на человека То, что я дал ему столько милости, но не смерти Дорогие друзья, наши мудрецы, каждое слово, они имеют в виду истину, то, что они пишут Да не имеешь, он выбрал какое-то слово, он мог бы по-другому написать Здесь каждое слово, абсолютно все Прошито на любое абсолютно слово здесь Я дал человеку столько доброты, говорит нам Творец Но не смерть, чего человеку на самом деле жаловаться Значит, мы понимаем то, что царат, человек, который из проказа Сейчас хотим понять, почему он является вообще смертным Почему он в статусе мертвого человека Но то, что получается, он получает эти наказания Мы уже видели от наших мудрецов И раньше, как он объясняет, и как Давида Мелеха с Давидом писал Человек, даривающим у него есть жизнь, нечего жаловаться Значит, даже если наказание приходит на человека, как у Йова Значит, перейдем еще другое доказательство Это еще не является, что он человек мертвый Докажем еще больше То, что мы знаем, дорогие друзья, как он приводит нам Сихот Муса, Рабхавич Мулевич В своей книге То, что мы знаем, что в совете у Паро Были трое, чтобы убивать евреев или нет Это был Билам, это был Итру, и это был Йов Билам сказал убивать евреев Итру убежал, а, как называется, Йов промолчал Так говорят, что мудрецы, каждый получал по своей заслуге мера за меру Теперь, мы зайдем сейчас в детальности, как они получают мера за меру Тоже очень интересная тема, но простому, ковред нашей гемора, к нашим мудрецы То, что Билам, потому что он сказал убивать евреев Что он получил наказание, его убили страшным образом, его убили мечом Он получил смерть за это, мера за меру Йов, который промолчал, он получил страшное наказание Как мы знаем, как мы уже неоднократно сказали Наказание, ужасное же наказание За короткое время потерял все богатство, детей И просто поднялся себе просто уничтожение Ужасный верность, говорится Самое страшное наказание в мире это было у Йова Теперь Но мы видим то, что мы понимаем То, что смерть получается у Билама, который он получал Должно было быть намного-много больше, чем наказание у Йова И как мы видим, он получил именно смерть А Йов, при всем его страшное наказание Он еще не получил смерть Смерть, дорогие люди, это ужасная вещь, как мы видим Это ужасное, это абсолютно наказание Это ужасная вещь И мы тут называем то, что эти четыре люди называются как бы мертвыми Мертвыми Это в статусе как бы мертвого человека Человек живущий И он это Так Со всех сторон Как мы посмотрели Только на один вопрос Мецоры Человек, который у него есть проказа Он в статусе мертвого человека Да, он страдает очень сильно Да, у него чрезмерно ужасное и абсурдное наказание И ему плохо И мудрецы даже выражаются Почему его наказание настолько страшное, чем другие Чем другие Да Но это еще не значит, что он в статусе мертвого человека Значит, наказание это еще не значит То, что Тора выражается и говорит нам, что этот человек Он в статусе мертвого человека Нет Нет Так, дорогие друзья Мы раскрываем здесь невероятно большую вещь, пометь Который может дать нам Такой хороший хизук, мне кажется С Божьей помощью Ценить на самом деле То, что у нас есть в нашей жизни Говорит нам Рабхайм Шмулевиц Знаешь, почему Мецора Он в статусе мертвого человека? Он считается в статусе мертвого человека Потому что человек, который прокаженный Тора дал ему наказание, что он должен сидеть один И факт, что у него нету связь с другими людьми Это То, что Это является причиной, что он в статусе мертвого человека Значит, тот факт, что он не может никак переживать Или отдавать Или быть в связи с кем-то Каким-то образом Не быть с людьми Этот человек Мертвый Можем себе представить? Он сидит, Бадад Он сидит отделенный от всех Который говорит Не по причине я тебя называю Потому что ты получаешь много наказаний сейчас Не-не-не Это еще не достаточно человека назвать мертвым Мертвый почему? Йошев Бадад Он уходит от цех Махане Его дают сарам и страшные наказания Он уходит от всех жителей, людей Что он сидит отдельно Вот эта отдельность Отдаленность от людей Что у него нету никакой связи с людьми Мертвый человек Он считается мертвым И давайте объясним дорогие друзья Еще глубже Мы сказали Что у нас есть четыре человека Которые Они в статусе Мертвого человека Еще раз повторим Бедный человек Они Мецура Прокаженный человек Человек который не может видеть Слепой И человека который нету детей Четыре человека В статусе Мертвого человека Давайте пойдем один за другим Рабхайм Шевлевич Он ставит нам основу здесь Говорит нам то что Все эти четыре люди Типа людей Это не просто так То что они попали на одном чашке Нет То что мудрецами этих четырех людей поставили Значит у них есть Что то Это Какая то вещь Определенная вещь Которая их соединяет Их всех И это не просто так Какой связь между Слепым Слепой человек Или там бедняк Или это Какой связь то что они Считается мертвым И объясняет нам Рабхайм Шевлевич С ума Человек который не может видеть Почему он является Мертвым человеком Весмотря на то что наши мудрецы говорят Есть Самый Один из самых важных На самом деле Органов Вообще человека Это Его слух Мы не слышать Так говорит нам Рабин Йона Очень интересно То что Это Человек Если ты второй такой закончил Который там Ударял человека И потерял слух То он должен заплатить за все Ценность как бы всего человека Почему Потому что Слух это Такая именно вещь Что человек может услышать Какие-то хорошие новости И говорят нам Написано в святых книгах То что Хорошие новости Они Дают Радость Именно в сердце человека Дают Медашин этим Они Костей Они Называется Медашин Это значит Усиливают Дает им Дает человеку радость Он Это очень хорошая вещь Услышать тем то что человек Услышает хорошую новость Это можно только через Услышать какую-то вещь Но не смотря на это Говорят наши мудрецы С ума Человек который не видит Слепой Он является Кто? Мертвым человеком Почему? Значит мы видим в Торе Дорогие друзья От 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 Ицхаковину Написано В комментариях Спортно То что Ицхаковину Когда перед смертью Он хотел Потому что постарел Думал что сейчас Уйдет из этого мира Позвал Эсова Чтобы он Давал Благословление Как мы все знаем И что произошло Вся эта история С Ривки И Якува Вину Аль-Вашалом Он сказал то что заходи ты И так далее Якува Вину заходит И что говорит ему Ицхаковину 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 Говорит иди ко мне Я хочу тебя потрогать Я хочу тебя потрогать Почему Говорит Якува Вину Пришел И попросил Чтобы он Поставил На его Руки Почему Потому что Только через тем То что он мог На самом деле Потрогать него Он мог именно Ощущать его Этим образом Он мог бы На самом деле С ним Соединяться Его Прочувствовать Его прочувствовать Как человека И почему именно Ощущать Потому что Якува Уже не мог видеть Он был Слепой Только По причине Что он был слепой Он сказал Иди ко мне Чтобы я могу Тебе ощущать Что я могу Прочувствовать Тебе Что этим образом Благословление На тебя упадет Намного сильнее Отсюда мы видим Что дорогие друзья Что Связь И еще один Основной Основной Которой Мы можем сказать Про Маширабейну Маширабейну сказано То что Когда Маширабейну Вышел И увидел Своих братьев Как они В страдании И так далее И увидел Как бьют Его брата И пошел Убил Эгиптянина Что написано Второй дорогие Он увидел Своих братьев И он Ему было больно Войца Ему было больно Как его братья Так именно относятся За счет Из этих двух мест Мы видим Дорогие друзья То что Тот факт Что мы можем видеть Сила И свет в глазах Это то что дает нам Ощущать Другого человека В нашей жизни Что мы можем Прошупать Нужда И Боль Или радость Или что-то Ощущать Другого человека Который вне нас И это вещь Который меняет Только через Многлаза Тоже самое Астамата Как сказали мы Насчет Мецура Мецура сидит отдельно Человек который прокажен Он сидит вне людей У него нету Связь с людьми Он не может Прочувствовать Другого человека Точно так же Человек который Слепой У него нету умения Он не может Прочувствовать Другого человека У него нету этого Говорит нам Что он может Прочувствовать Прочувствовать Другого человека Если у человека Нету этого Что он может Прочувствовать Другого человека Это смерть Это то что называется Настоящая смерть Это и смерть И если По этим двум Шагам То что мы сказали Намного Понятнее нам Тоже бедняк Бедняк Он никак не может Отдавать Другому ничего Он никак не может Отдавать Другому ничего Из-за этого Он считается Тоже Мертвым человеком Отдача другого Почувствовать Другого Почувствовать Боль Почувствовать Что другой Нуждается Это то Чувство Который Не Имея Это Человек И Четвертая Вещь Человека Который Нету Детей Человека Мы знаем Есть история Которая Написана Что Были двое Другой Женщин Который Один из них У него там Ребенок Скончался И Другая Женщина Взяла И украла Ребенка У другого И там целая история Как пришли К Шоумелиху Проверять Кто Действительно Настоящая мама И так далее Но Какие друзья Она знает Что это не его ребенок И она взяла Была Готова Пойти На все Чтобы пойти И Украсть ребенка Который Она знает Что это не его ребенок Но почему Украдет Мой чужой ребенок Потому что В нас заложено Естественное чувство И нужда Чтобы Отдавать Детям Кому-то Что-то Отдавать любого Отдавать внимание Отдавать все Родители Родительскую любовь Именно Детям И то Что этот ребенок Вырастил бы И она Это ребенок Подумал то Что это ее мама Тем Что она могла бы Отдавать Все Как мама Своему ребенку Это было уже Для нее достаточно Но не имея Это все Она говорит Это Это смерть Это смерть Она была готова Даже пойти на такое Она была готова Даже пойти на такое Значит Не имея ребенка Это тоже Тот Именно Вещь Который Человеку Человеку На статусе Именно мертвого человека Дорогие друзья Из-за этого Дорогие друзья Если задумаемся Настолько сильный И большой Именно Месседж Который Сюда Выходит Задумаемся о том То что В нашей жизни Столько доброты На самом деле Окружает нас И столько Людей Окружает нас Где мы Можем Прочувствовать Подумать Переживать Отдавать Быть людьми Человеку Который Только тот факт Что у человека Есть ребенок То что у человека Есть дети И он может Это в состоянии Человек живой Ты живой Ты не мертвый человек Такое именно Счастье и радость Иметь детей При всех Сложностях Которые есть Столько людей Которые мечтают Об этом Чтобы кто-то сказал им Мама Доброе утро Папа Как был твой день Да Действительно Иногда это нелегко Проходит Именно определенных испытаний Чем больше Дети растут Чем больше у нас Больше испытаний Но ценить то Что было дано нам Значит Если человек Которого нету В статусе Как мы уже сказали То у кого есть В каком он статусе Живой человек У тебя есть возможность Отдавать твой Натуральный Настоящий Твой Все то что заложено От Творца В тебе Это бесценно Это невозможно Покупать И не приобрести Ни за какие ценности Это все то что Подарено было Творца Ценить этих вещей Ценить то что Творца была дана Мы на стороне Отдавающих Миллиард спасибо Творцу Миллиард спасибо Творцу Что мы на этой стороне Был известный Был известный историк О Ховецхаме Пришел один человек И сказал ему Ребе Я уже не могу Сколько бедняков приходят ко мне Я Говорит Уже с ума схожу об этом Утром Прихожу После шахрата Сразу же все бедняки стоят Возле двери Просят деньги Хожу после Минха В деньги В марь В деньги Все время уже не могу Говорит Спасибо скажи Творцу Что он Твои боли Дает Через Такими на пути Есть вещи Которые Человек должен получать Определенные Вещи Определенные наказания Определенные боли В этой жизни И это может пройти через Хорошие пути И не дай Бог Через неприятные пути А Шэм выбрал тебя С любовью Тебе подарил Чтоб ты можешь Этой боли пропускать Этой сложности Через Тем, что ты делаешь митцву Ты будешь помочь кому-то Скажи Ашему спасибо за это Скажи Ашему спасибо Что ты на этой стороне Что ты на этой стороне Человек может видеть И что этим человек может использовать Дорогие друзья Мне кажется во время короны Когда были На домах Мне кажется все это прекрасно Прочувствовали Как Что это значит Бить вне с людьми Что это значит Бить вне с людьми Люди уже с ума Когда мы пришли Вернулись Я помню в синагоге Это был такой радость Уйти из каждого человека Уйти из каждого человека И нас окружают Столько Хороших Добрых людей Которые Иногда то есть Какие то сложности Иногда то есть Какая то непонятность Иногда то есть Какие то вещи Но если мы не будем ценить это Если мы не будем ценить Наших близких Мы не будем ценить Наших Все то что у нас на самом деле Прилежит Все то что Ашем подарил нам Оглянемся На Яву Дорогие друзья Все то что мы не ценим Уходит от нас К сожалению так происходит Иногда человек из-за своих поступок Как вот сейчас что произошло Человек сказал Лошонара Человек сказал Лошонара И Творец сказал Отделил его Отделил Ну ты не можешь справляться с людьми Ты говоришь Лошонару Значит ты хочешь привести Пирут в этом мире Ты хочешь Отделение привести Злость И Хатам Софер говорит Явным образом Это один из самых Самое зло Которое есть именно в человеке Сказать им Лошонару Сказал Яшонару Отдаляешь им От двух людей Вместе того чтобы Приближаться И ценить то что есть А это так Уходи отдельно И мы видим наяву Люди которые не могут Справляться с другими Да есть как бы сложности Да есть предмет Не дай Бог Это все может потеряться Не дай Бог А наоборот Ценись то что было дано человеку Сколько раз мы уже сказали Тот богатство Которое Творец дал каждому человеку Зачем дает Чтоб человек ценили Не дай Бог Человек не ценит это То что было дано Ты понимаешь Почему я тебе дал И все другому человеку Говорю Мне это как нас сказали Но люди которые вокруг нас Ты можешь ощущать другого человека Сочувствовать его Быть с ним рядом Быть за столом Поговорить Быть с человеком Знаешь что это такое Это жизнь Ты живешь Творец подарил тебе Такой именно подарок И не сказать то что это Саморазумеется Дорогие друзья Не сказать то что это Саморазумеется Но это Саморазумеется то что это стоит Своих Жертв иногда тебе Человек который от себя Чуть-чуть отходит Ради другого человека Дать другому человеку место себе Человек который Часто замечает С каким человеком Приятно на самом деле общаться Только с теми людьми общаться Которые Они дают Твоему слову Какую-то ценность Но человек который Кроме себя Своего слова Ничего не видит Не хочет даже повторить Продолжать Себе какую-то вещь Но что Когда ты видишь Что есть другой человек там Прощущать Ощущать что есть кто-то там Мы счастливы Другие люди счастливы И мы ценим Тот подарок Который Творец подарил нам Жизнь Мы можем видеть Можем ощущать Быть в радости Другого человека Давать другому человеку радость Прочувствовать Что ему именно нуждается В чем рассказать историю Которые сейчас ходят Все рассказывают О великом Великом Мудреце Историю Историю Которые Мы знали И слышали И годами И чудеса И все Но сейчас Больше и больше Первые недели После его ухода от нас И первый месяц Невероятная история Дорогие друзья Ло юман кей супа Ло юман кей супа Рассказал Его внук Почувствовать Понимаем Что такое Великий человек Дорогие друзья Что это такое величие В другом человеке Вы знаете До того как просто Зайдем в истории Нету в мире Ни одной профессии Чтобы человеку Нужно быть человеком Кроме одной Вторых Ты можешь быть физиком Ты можешь быть математиком Ты можешь быть Мультимиллионером Ты можешь быть Все то что ты хочешь Ты можешь быть Не знаю там Супер самым большим врачом В этом мире Но как человек Никто не хочет С тобой поговорить Но в Торе Дорогие друзья Тора только приближается И приобретается Если человек Он из человека Так говорят наши мудрецы Перки А вот Все качества Через какие вещи Человек Может Удостоиться Корона Торы Это большинство Вещей дорогие друзья Там написано одно Изучение Торы Если не ошибаюсь Все остальное Хорошее Слушать один на другого человека Понимать другого Почувствовать другого человека Быть всегда Все человеческие качества Потому что Тора Это то То что живет человек Приобретая эту Тору Он есть Именно часть Именно Тор Это мы видели Рафхайм Каневского Дорогие друзья Неоднократно Неоднократно И мы сейчас увидим Одну историю Где вот Показывается Что такое Настоящие Истины Прочувствовать Другого человека Чувствовать И понимать Что другой человек нуждается Все говорили о нем То что Были много Великих мудрецов Когда Рафхайм жил Но один раз его учитель Сказал то что Может быть нету В наше время Руаха Кодыша Как такой Пороческий Да Но Есть один человек Которого Через его уста Выходит уста Творца Это Рафхайм Каневского Рафхайма Выходит уста Творца Говорит потому что Потому что У него есть невероятно Большая любовь Из учения Торы У него есть качество У него есть невероятно Почти качество То что говорил его Учитель Его Еврушева Рамиха Леудалевкович Так слушайте История Дорогие друзья Сказал его внук Как раз мы сейчас Приближаемся к Песаху Ночь перед Песахом Как мы все знаем Проверяем там Дом Учить заповедь Чтобы проверять Даже если весь дом у нас У нас проверено У нас из митцева Проверить ночь Перед Песахом Идем со свечкой И ищем везде И это не дело Двух минут Дорогие друзья И это нужно Тщательным образом Везде проверить Чтобы посмотреть Чтобы все было Почищено хорошо Даже если мы месяц И два до этого Почищали все Из митцева Проверить ночь Перед Песахом И в Хайм Захар цадык В Годушке В Раха Идет и проверяет Идет проверяет Проверяет везде И И Салаха Которая написана То что от начала Проверки До конца Не разговаривают Не разговаривают Так в Хайм О том было известно Дорогие друзья То что люди заходили Просто так Все равно было открыто Кому-то еврею Что-то нуждается Если у тебя Рэпы Которые ты можешь В любой момент Подойти Это из вождь В любой момент Ты можешь подойти Человеку из нужда Конечно же Были определенные вещи Которые давали ему Свои часы Минуты Как бы учебы Которые никто не мог заходить Его внуки давали им зайти И так далее Но дом так таково Так зашел один человек Во время Когда Рэпхайм проверял Хамца И Рэпхайм заметил То что этот человек Зашел И Он не мог обращать Он не мог ответить Ничего и так далее И в середине этого Как бы этот человек Взял Ушел Когда Рэпхайм Закончил Свой бедикат хамец Проверка хамца И то своему внуку Он говорит Это человек Который зашел В середине Моего бедикат хамец Мне нужно пойти Извиняться перед него Говорит Дедушка За что? За что извиняться? Мне кажется Он пришел И я проверял Я не мог обращать На него внимание И быть может Что он Обиделся Или Я должен был Я с ним поговорить И Объяснили ситуацию Что я был в середине этого Говорит Дедушка Мне кажется Он прекрасно понял Что он Ночь перед Песохом И все сейчас сидят И он прекрасно знает Эту Аллаху И этот Говорит Не 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 Я хочу Я хочу пойти Перед него извиняться Хорошо Дедушка Пойдем завтра Сейчас уже так поздно Ночью Человек наверное Уже спит Говорит Не-не-не, сейчас. Говорит, дедушка, куда нам спешить? Подожди до завтра. Говорит им Равхайм, Никогда не было, что я знал, что я обидел другого человека. Я пошел таким образом спать. Если я знал то, что я кого-то обидел, не может быть, что я могу пойти спать. Никогда не было такого. Я знаю, я кого-то обидел, должен извиняться перед него. Хорошо, дедушка. Но где этот человек живет, мы не знаем. Мы не знаем, где этот человек живет. Говорит Равхайм, я пойду с вами, дом за домом, и мы найдем, где живет этот человек. Представляем себя, кто надор, дорогие друзья, голова поколения. С середины ночи выходит с вами внуком, идет с дома в дом искать этого человека. Идет с дома в дом в дом в дом, находят имя этого человека. Говорит, Равхайм, поднимитесь, скажите ему то, что я хочу подниматься. Поднялись, этот человек вышел уже в пижаме, уже был ночью, он тоже был, пойти спать. Говорит, что произошло, все нормально. Говорит, Равхайм хочет увидеть тебя, он пришел к тебе. Говорит, что, говорит, Равхайм пришел ко мне. Штопахшемо. Он говорит, да, говорит, дедушка хочет прийти к тебе. Равхайм поднялся, дорогие друзья, поднимается, садится у него, поговорил с человеком, по душам, сказал ему дебритора, дал ему хорошее настроение, дал ему хорошее чувство, дал ему все то, что ему нужно было. И ушел таким образом. Прочувствовать другого человека, дорогие друзья, это один из моментов, которые человека, есть драгоценность в его руках. Человек видит, это значит, говорит, ты живой, ты живой, ты можешь прочувствовать другого человека. Цени этого вещь. Цени, знай, что это может достичь человека, прочувствовать, давать другому именно хорошее слово, давать другому хорошие вещи. И это было неоднократно Равхайм, дорогие друзья, в этом была особенность, особенность, особенность него, мамаш, чувствовать именно другого человека. Не дай Бог, чтобы не обидеть другого человека. Не дай Бог, чтобы не обидеть другого человека. Рассказывал, Равлей Миштин рассказал, один раз он зашел к нему, и когда он увидел его, Но, когда он зашел к нему, к нему комнату, он начал настолько быть в эмоциях, что он забыл, что он хотел спросить. Он забыл, что он хотел спросить. Так в Рабхаме, если мы все знали, это не... Было пол минуты, мамаш, пару секунд, что у каждого было время объяснить, сказать вопрос. Все, человек уходил. Не было долгое время, аудинец, что мог сказать. Ничего. Больше этого ничего не было. Или совет он мог сказать. Очень редко, что он что-то говорил. Дорогие друзья, Рабхам сразу же понял, что что-то не так. Он говорит, доставай хумаш. Он достает хумаш, вперед, открыл ему сразу же текст. И он показывает, а, ты хотел наверняка вот это раши понес, да? А, говорит, ответ на этот раши заключается именно там. Но есть на самом деле вопрос на это место из другого места в Талмуде. Из этого Талмуда может быть еще другой. И он дал ему целое объяснение. И он говорит, понятно, говорит, да, все понятно. Он говорит, закрыл и ушел. Говорит, ну что, Малимич, он говорит, я до сих пор не помню, о какой раши он рассказывал мне. Что он вообще там рассказывал, я ничего не помню. Ну что, он понял, что я сейчас постиделся, пришел к человеку, я забыл, запутался полностью. Но, чтобы не давать меня чувствовать, что я пришел к такому великому человеку и ты ничего не говоришь. Прочувствовалось другого человека. Что другой человек чувствует и не задеясь, не обидит, не дай Бог, никаким образом. Это великим именно уроком, чтобы ценить, какие вещи были даны нам, дорогие друзья. А дети, дети радостями на детей, дорогие друзья, радостями на детей. Сколько мы можем смотреть, мама же были поразованы, не расходи, мы ездили мы с моей женой в скором поезде. Мы ездили в одном маленьком, ну маленьком купе, это отдельные места для семей. У нас было, мне кажется, только одна дочка тогда первая. Мы просто были в шоке, как может вообще именно люди относиться именно к своим детям. Была женщина. Мама же именно, во-первых, уже не говорю о скромности этой, вообще, я шимич морвециль. Но просто вот так мама же лежала, сидели мы на своем телефоне, ногой укачивала своего ребенка, давала именно ребенка свои какие-то игрушки. И когда ребенок что-то хотел, он говорит, да-да, разберись сам с собой, разберись сам с собой. Делай это, не отвлекай меня, не отвлекай от меня моих вещей. Они знают, что такое ребенок, но мы евреи, мы знаем, что у нас есть в наших руках, дорогие друзья. Подарок от Ворца, подарок от Ворца, когда мы понимаем, что может быть каждый ребенок, дорогие друзья. Что Ашем подарил нам, каждому из нас, каждому из нас это невероятно, что мы можем отдавать. Не то, что скупать, а, еще опять я должен покупать, еще это, наоборот, радоваться. Дорогие друзья, хочу вам рассказать невероятную вещь. Написано то, что если человек есть, то говорят, что у женщины нет как бы своего молока, то говорится то, что в молоке приводится то, что чтобы ни в коем случае не отдавать ребенка, постарайтесь не отдавать ребенка молоко от нееврея, от нееврейской женщины. Доказательства к этому, откуда мы сейчас знаем, это мы знаем от Мошера Бейну. Мошера Бейну, как мы знаем, дорогие друзья, когда был в доме Паро, пришла Мириам, Мириам сказала, что ты хочешь, я тебе приведу еврейскую женщину, и привез кого? Свою маму. И говорится то, что Мошера Бейну, каждый раз, когда давали ему разных женщин, египетских женщин, то Мошера Бейну не брал ни от кого этого молока, ни от кого. Так спрашивается, почему? Мабая, маленький ребенок, у него что-то есть митцва, у него все это, мама майнян. Так, говорится то, что Мошера Бейну, он был человеком, который будешь, он будет разговаривать с Творцом. И не может быть то, что человек будет разговаривать с Творцом, и у него уста как бы, да, были, 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 вот так. Что, покушал он на молоко от этого? Так, из-за этого, в Аллахе написано, дорогие друзья, что Ханару грамопище таким образом, осторожно быть, чтобы не отдавать ребенка этого. Только потому, что, как мы знаем, Мошера Бейну был то же самое. Остаемся на минуту сейчас. Мошера Бейну должен был бы разговаривать с Творцом, и из-за этого Творец сказал, говорит, нет, тебе нельзя пить. Из-за этого привезли вся эта история с Мириемом и так далее. Но мой ребенок, какой я даже, не говорю же о пророчестве, я не говорю же о Друаха Кодэш, какой вообще, где мы, где Мошера Бейн, где связь, где вообще, где уже параметры вообще, что я должен в моем мире, в 2022 году, я должен переживать о моем ребенке, что, не дай Бог, если бы такую вещь, чтобы мне отдавать, как бы, такое, как молоко. Какой связь, дорогие друзья? Говорит нам Рабьяков Каменецкий, невероятно большую основу, слушайте, что мы держим в наших руках, дорогие друзья? Что является каждый ребенок в нас? Говорит нам Рабьяков Каменецкий, который являлся одним из великих мудрецов в Америке. Он говорил, отсюда вот ты слышишь, что когда ты видишь твоего маленького ребенка, ты должен видеть в него потенциал, как Мошера Бейну. Он может стать Мошера Бейну. Он может поговорить с Творцом. У него есть еврейская душа. Он механизм, который может стать Кли, который может разговаривать с Творцом. Представляем, что мы, каждый из наших детей, и каждый из нас, кто мы вообще себе представляем? У тебя есть человек, который как Мошера Бейну в твоих руках, и он может разговаривать. Будет, может быть, такое возможно, что да, он будет в состоянии разговора с Творцом. И на это обращаюсь. Ты не знаешь, кто выйдет. Дорогие друзья, когда Рафхайм родился, кто-то, уже не говорю Мошера Бейну сегодняшний день, кто-то думал, что Рафхайм будет Рафхайм, кто-то думал, что будет такой великий-великий именно человек, который, подойдется, дорогие друзья, родился. Знаете, история была. Я не знаю, рассказал здесь или нет, но владиверятная история. Просто подумаем, что может каждый из наших детей быть для всего европейского народа, и вообще, какой звезда и какой свет может привести, мамаш, для всего мира. И ценность, что мы отдаем им, кто у нас есть в руках, конечно же, другой, когда мы понимаем, кто они могут быть и кто они есть. Мы даже не знаем, что в них заложено. Послушайте внимательно, дорогие друзья. Кто был? Из какой семьи пришел Раба Ада Йосифа и Захрона Левраха? Раба Ада Йосифа, когда он был маленьким ребенком, он был, он учился в Ешиве от Парат Йосифа. Один из дней его, Рушива, пришел на виду, что Раба Ада маленький, не в Ешиве. Не в Ешиве. Спрашивает Рушива, где находится Ада Йосифа. Скажет, его папа пришел и забрал его. Где? На базаре. На базаре? Ад Йосифа, маленький ребенок, Ад Йосифа. На базаре? Он пошел на базаре. Пошел на базаре, где его отец продавал, такие вещи на базаре. Если видит там маленького Ад Йосифа, его отец увидел, он говорит, о, Рушива, вы пришли, кое-кого, какое уважение, вы пришли к нам в этот. Он говорит, да, Горь, я выйди, я услышал то, что ты забрал твоего сына себе на базаре. Говорит, да, Рушива, пометьте нам хорошо, мы живем в бедности, и у нас деньги не так много, и мы сейчас делаем этот маленький вей, чтобы привезти в семье пару копеек, и мне нужна помощь, мне нужна помощь, моего сына Овадья. Говорит, тебе нужна помощь, без проблем. Давай делаем такую сделку. Я приду и помогу тебе, я буду стоять здесь, на другой стороне лавки, возле тебя, помогу тебе все то, что тебе необходимо. Только дай Овадья, пусть пойдет он получит Сатору. Он сказал, Рушива, вы что, что Хас Вишалом, такой великий человек, чтобы вы пришли в базаре, продвольте. Я очень полный, серьезно. Вы согласны? Он сказал, Овадья, иди сюда, мой, ко мне. Ты иди сейчас, вешива, возвращаешься, и изучай Тору. Так ты изучал. И этот великий человек пришел, встал на другой стороне с отцом, и начал помогать ему. Дорогий друг ему помогал, он имел его всерьез. Пока этот человек, отец Робода Юсифа сказал, пожалуйста, Рушива, мне неудобно, что вы сидите здесь, и это да, пожалуйста, уходите. Если бы не этот, его отец даже не мог бы представить себе, что будет у него сын, который, что он думал? Продавец. Овощей в базаре. Ты знаешь, что может стать твой сын? Продавцом овощей в базаре? Он может стать Меор Исраэль. Он может стать светом для всего Израиля. Робода Юсифа, то, что мы сегодняшний день, вообще, сфаратский мир вообще есть, мы можем гордо быть, и то, что у нас есть наша, наши ещевод, и то, что столько семей, и столько хизука, и столько книг оставил Робода Юсиф за свою жизнь. Поднял весь еврейский, весь еврейство, и особенно сфаратский, именно еврейство. Не было ещевод, ещевод не принимали сфаратских ребят, того, как Робода Юсифа был. Не принимали. А сегодня все поменялся. Столько ещевод, столько изучения Торы, столько возвращения всех Тор, столько Тор, столько мудрости спустил Робода Юсифа в этом мире. Столько гунот различил, столько хэсэ, мы не можем сегодня начать и не знаю, когда закончить. Мы все знаем, кто был Робода Юсифа. И что, одно решение, дорогие друзья, увидев ребенка, что он может стать мёргодором, что он может стать светом для всемирского мира. И то, что также каждый из нас говорит человеку, у которого нет детей, он мертвый. У тебя есть ребенок, знаешь, что ты должен танцевать каждый день, радоваться, что пахшему у меня есть дети. Да, при всем своих сложностей. Что пахшему. И, кто может быть? Он может быть моширобейном. Он может с Торством разговаривать. Ты знаешь, что ты такой? Представляешь, Ревхам Каневский, дорогие друзья, кто сказал, Робой, на этом уже закончим. Дорого. Тяжело разговаривать всегда, когда мамыш, Робхаймей, мамыш, сердце мамыш, Когда ушел, говорит от нас, Урим Ветумим. Урим Ветумим, еще говорит от нас. Урим Ветумим, это было то, именно, скажи, один из аджинских, какой-нибудь годоль, который был, где спрашивали вопрос, и светилось, там буквы, давалось ответами на Творца. Свет, свет ушел от еврейского народа, дорогие друзья, Урим Ветумим, Урим Ветумим ушли. И кто бы подумал, что его детство, да, будет таким, Робхайм? Его отец, дорогие друзья, Робхайплер, я хочу вам рассказать, Стайплер, тоже величайшийся мудрецом, который являлся, мама, Нора, Нора, вот кто был его отец. Его отец, Стайплер, дорогие друзья, учился каждый день, день, ночь, день, без остановки, день, не спать, ночью, целую ночь, и день, и потом ночью спал, и потом опять, день, ночь, день. Что вы себе представить, это геонод, который мы не можем себе вообще, никак вообще понять. И вот его отец, Стайплер, Захонурный Враха, он постоянно был с Антоком, и его спрашивали, говорит, Вестеройль, вызвали Ребекку Вестеройль, это Каменецкий, Каневский, извините, спрашивали, написано тоже, человек, который с Анток, это большой, большой сгул, большой сгул для парносы, с Антокут, это большой сгул для парносы, и, ну, как так часто вы, с Анток, и мы не видим, что вы как-то разбогатели, как это объясните? Гаврил Стайплер говорит, разбогатеть? Конечно, я богатый, смотрите на моего сына Хайма, посмотри на моего сына Хайма, смотри, как у меня богатство, что мне нужно больше богатства, вот мое богатство, вот мое богатство Хайма, это и есть мое богатство, дорогие друзья, и мы думаем, что Хайма, как мы сегодняшний день, мы все абсолютно прекрасно знаем, мы слышим любой вопрос, который был и в Израиле, и в Хуцеларите, все вопросы приходили к нему уже последние, хорошие 20-30 лет, все время было так, нет, дорогие друзья, когда скончался, когда скончался его отец Стайплер, Рафхайма, мне кажется, он был в возрасте 60 лет, Рафшах, еще вот помню, он дал хеспет, он говорил про Стайплера, величие Стайплера, рассказывал о нем и этот, но он сказал, тогда еще, Рафхайма скончался, 94 года было ему, он был в возрасте 60, когда его отец скончался, так Рафшах говорил, что ушел Стайплер с этого мира, но он оставил великого сына Рафхайма, и все люди, которые услышали это, Рафхайма, кто он такой? 60 лет, дорогие друзья, никто даже не знал на его величии, в 60 лет, человек сидел, просто учился, 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 и Ашем просто все благословления, которые написаны, кто изучает Тару, все дает, все абсолютно исполнен в Рафхайме, в 60 лет, никто не знает, дорогие друзья, и подумаем, о его жене, сколько именно помощи, нужно было отдавать бесконечно, мамаш, бесконечная отдача именно для своего мужа, чтобы он изучил Тару, это тоже одно из тем, подумают, в 60 лет, никто нету, ни офиса, ни фейсбука, ни твиттера, ничего абсолютно, никто фолловер, никто и ничего, дорогие друзья, человек сидит, учится, в бне браке, все то, что он делает, служит Ашема, и в один момент, просто, все сажали, он оставил, такого же, великого человека, Хайма, кто такой Хайм? Можем представить, кто у нас есть, наши дети, какой именно следующий раб Хайм у нас может быть, какой у нас следующий стайпер, кто может быть следующий раб Вадья, каким уважением, какой именно родца, какой именно уверенность мы должны дать нашим детям, что могут они быть, бедра Ташем, они дети Ашема, дорогие друзья, они дети Ашема. Бедра Ташем, чтобы все удостоились ценить жизнь, которую Творец подарил нам и посмотреть других людей всегда. И ценить, как мы уже сказали, четыре люди, которые, они в статусе мертвого, ты живой, радуйся каждый день, радуйся каждый день, и не только то, что ты живой, столько вещей было тебе дано, у тебя есть дети, кому отдавать, ты у тебя и ты на стороне, отдающийся, ты можешь помогать другому человеку, у тебя нету мецора, у тебя есть связь с другими людьми, ты не сидишь в одиночестве, ты можешь с кем-то поделиться, цени эту вещь, чтобы Ашем тебе дал большее, ценишь это, Ашем тебе даст большее, цени, Ашем тебе даст большее, тебе есть дети, которых ты можешь отдавать, цени это, и запрошем тебе благословенности, без раташем, сиатый дешмайя, чтобы мы удостоились увидеть от наших детей и от нас много радости, без раташем, много нахаса, и так как все время говорим, что мы видели всегда, нахас, еврейским на нахас, нахас, ни нахас, эсава, ни нахас, ни нахас, от, моталам, наш настоящий еврейский нахас, нахас такой же, как у Болос-Найблера по отношению к своему сыну, наши дети пойдут по закону Тору, по Тору, тогда они пойдут по путям наших прадцов, а не каких-то именно раскрученных путей, по путям, которые ходили все наши предки, по путям, которые давали нам жизнь, будет давать навеки вековную жизнь. И это то, что дает, то есть и даст Позратошим благословление во всех делах. Позратошим, что этим Творец уже привез нас в Машиях, Позратошим, в наше время. Мы видели Тхятамити всех наших близких, всех цадыки, им уже воскресенье мертвых, и уже было наше время кеулла шлема, амен кени рецон.